приветствую вас дорогие любители творчества добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта комфорта хорошего настроения с вами елена сидникова очень редко снимаю ролики вечерами и сегодня именно такой ролик на улице вечереет а я решила вам показать продолжение своего процесса над кардигана с цель на вязаной планкой вот так вот я продвинулась и решила вам показать как я буду вязать росток в таком же кардигане для лёши абсолютно в таком же с разницей лишь вот здесь вот по рукаву у него шла коса у меня просто чисто лицевая гладь так вот в лёшином кардигане я не вязала росток решила в своем это сделать чтобы сравнить посадку кардигана лёшиного без ростка и своего уже с ростком честно хочу сказать что росток я знаю как вяжется я его вязала в платье золотое там был правда реглан снизу но неважно там был росток и потом когда я узнала о азиатском ростке я решила что меня такой росток больше всего устраивает и так что же такое азиатский росток это значит обычный росток мы его сразу вяжем обратно поворотными рядами вот здесь вот начиная от горловины и вот здесь у нас получается вот это вот большее расстояние то есть спина удлиняется на вот это расстояние поворотных рядов а то есть по идее нам нужно удлинить спину и я решила ее удлинить немножко другим способом именно азиатским ростком вот вы видите что вот он мой азиатский росток то есть я отделила перед и область рукавов вот они эти рукава а оставила спинку и просто провязала обратно поворотными рядами вот вы видите второй рукав обратно поворотными рядами где-то сантиметра три наверное я так думаю здесь поскольку здесь v-образный вырез а v-образный вырез нам ну как бы можно вязать и без ростка поэтому у меня вот мой росток вы видите сколько сантиметров давайте даже посмотрим я думаю что сантиметра 3 я просто удлинила спинку провязав обратно поворотными рядами туда-сюда ну пусть даже до 3 сантиметра вот три сантиметра это мой росток что я буду делать а дальше дальше я отделила отделю рукава провяжу здесь от этой спицы ну как бы отсюда провяжу еще 10 петель наберу доберу и потом а соединю уже вот с этой с этой точкой не с этой а вот вот здесь это у нас планка вот и уже можно будет вязать либо туловище либо рукава каждый конечно отдельно вот в принципе и вся как бы вся фишка вязания азиатского ростка вот сейчас доберу петли покажу потом уже как это выглядит возможно сейчас я объясняла и кому-то непонятно но когда доберутся петли и я соединю их с петлями реглана и потом из вот этих вот мест где мы провязывали росток тоже нам придется добрать петли мы можем уже переходить на вывязывание нашего туловища или кто как вяжет кто рукава сначала вяжет потом туловище но я предполагаю что я буду дальше вязать именно туловище ну и для большей наглядности покажу еще раз вам джемпер подарок который очень многим вязальщицам понравился и многие связали мужьям сыновьям внукам здесь я тоже вязала азиатский росток вот он этот азиатский росток где спина удлинялась на какое-то расстояние здесь тоже у меня три сантиметра то есть я вязала сверху то же самое сейчас и мы с вами делаем в этом кардигане но только вяжем от планки и вот он этот росток который я связала здесь потом добирались петли подреза а потом по краю вот этого ростка с одной из другой стороны добирались петли из полотна и вязался рукав вот так вот выглядит спина очень аккуратно сейчас вот вторую часть покажу вам вот вы видите этот росток и вот он это уже петли подрезом пошли и вот из полотна из края полотна вот этого ростка потом добирались петли в рукава и вязался рука все очень аккуратно я как бы не вижу разницы вот эти вот честно говорят танцы с бубнами когда мы вяжем вот этот якобы правильный росток да мне не нравится мне не нравится потом вот эти развороты и все равно видно какие бы там не было не были немецкие поворотные вот эти ряды и всякие другие а все равно это немножко но заметно да и потом вот эти вот круги развороты но мне это не очень удобно и вообще я вы знаете я не придерживаюсь никаких правил пусть в меня летят сейчас тапки что это неправильно что это вот нужно вязать по-другому вяжите как вам нравится я буду вязать так как я хочу я самоучка и считаю что в вязании в творчестве вообще не должно не существует не никаких правил как нравится как говорится душа лежит так и нужно делать вот у меня душа лежит именно вот в таком ростке короче сейчас пойду добирать петли и когда уже немножечко провяжу покажу что у меня получается ну по петель на конечно я показывать не буду но это как бы не тот случай когда нужно вот прям показывать как я буду это все делать по петель на теоретически я рассказала если кому-то непонятно тогда наверное можно найти что-то подобное на ю тубе с по петельными мастер-классами итак друзья я провязала ну вот совсем чуть-чуть от линии подрезов вот этот росток который я вам показала когда мы вязали просто прямо дальше я просто набрала вот здесь вот у меня 10 петель под подреза вы конечно же можете здесь сами ну регулировать можно меньше набрать но больше не советую петель там 68 но у меня 10 петель вот здесь вот на подрез и пошла дальше значит с той стороны я сделала естественно то же самое вот он наш этот подрез вот они эти три сантиметра потом добираются петли подреза из и отделяем значит рукава и вяжем туловище вот так вот я как бы шла иду вперед иду вниз и значит если по размерам то у меня вот здесь вот я просто одной рукой даже если я поставлю на штатив камеру я все равно не поместится в камеру поэтому я вот вам показываю что вот это расстояние я сейчас померила у меня 60 сантиметров то есть получается 60 сантиметров спина и 60 сантиметров перед ну и там планки я планки не учитываю потому что у нас застежка и одна вот эта вот сторона планки она входит вот в эту длину так что не ошибайтесь некоторые считают что это вот две половинки нет вы же застегнуть у вас здесь не будет этого расстояния так теперь а что касаемо что касаемо линии реглана вот здесь у меня она в общем я даже девочки я даже не знаю какой она у меня длины я примеряла на себя и вот чем этот кардиган хорош он без расчетов еще раз повторюсь я посмотрела то есть я когда увидела что у меня ширина рукава уже мне нравится я прекратила делать вязать линию реглана увеличивать и перешла к ростку только учитывайте что росток вот эти три сантиметра они пойдут у вас в ширину рукава поэтому это тоже нужно учесть теперь что хочу сказать по размерам значит этот кардиган у меня будет оверсайз я думаю что он спокойно подойдет даже на пятьдесят шестой размер но наверное от сорок восьмого до пятьдесят шестого но это мое мнение вот как связать кардиган на размер больше то есть естественно вам вот здесь вот шире нужен рукав да то есть вы просто продолжаете вязать удлинять вот эту линию реглана вот здесь и у вас увеличивается а ширина конечно же туловище и естественно будет увеличиваться вот этот ширина рукава вот и вся математика то есть вяжем во первых здесь можно не в каждом лицевом ряду вот как я здесь делала когда вы видите что вам еще немножко не хватает как бы ширины можно там вот здесь вот подумать может быть через ряд увеличивать петли к низу реглана но в общем это вот мои как бы умозаключения я считаю что но вот для такой модели особо не нужны расчеты теперь по поводу вы меня спрашивали по поводу того что я начинала вязать планку на меньших спицах здесь у меня вообще по моему 275 начала а потом потом поскольку вот эта планка с не провязана изнаночной она тянет полотно то есть у нас здесь получается больше длина а здесь меньше и я вот сделала вот такую хитрость то есть вижу эту планку на более толстых спицах сейчас я покажу вам этот переход потому что был комментарий а как же вы вязали на меньшем размере потом перешли на больший и как выглядит планка вот я сейчас вам наглядно покажу и так вот смотрите если вам нравится то можно спокойно такой такой хитрости прибегнуть чтобы не вязать планку не делать вот здесь петли разворота и не вязать дополнительные ряды вот она моя планка и где-то вот на вот этом вот этапе я пошла вязать вот спицей уже четверкой я кстати задействовала две спицы и стопорю их чтобы мне не перекидывать петли потом третьей чулочной спицы я вяжу вот это вот начало и конец ряда это чтобы не перебрасывать петли туда сюда конечно тоже неудобно они длинные телепаются вот если бы где-то продавали спицы по сантиметров 8 разных размеров чулочной я бы их с купила подскажите может быть вы знаете может быть такие и продаются вот для таких вот хитрости просто необходимо здесь коротенькая спица какая бы прелесть была если бы она была короткая по вот так вот и и застопорила и вязала потом с нее но а так неудобно но зато не нужно переснимать петли так вот вот так вот выглядит планочка видите ну да вот здесь вот она немножко уже а здесь пошла шире для меня вот это вот ну как бы ну вот смотрите сами как это выглядит мне нравится честно говоря теперь что мне дал росток я вот просто сейчас сложила полотно ну как бы не сверху до сложила ровненько и я уже вижу что все-таки росток нужен это дало мне значит спина увеличилась у не увеличилась и длина ее увеличилась и это будет вот видите что получается вот так вот красиво то есть без ростка это было бы вот так вот а так нам дает хорошую посадку то есть этот реглан спереди у нас немножко опустился поднялась спина но она не уменьшилась по длине и это даст конечно вот эти три сантиметра дадут нам красивую хорошую посадку теперь я уже сделала вот здесь вот ты прорезь прорезь для дырочки сейчас я вам ее покажу вот она у меня вот и а после этой прорези я уже вот здесь вот в план после планки не стала увеличивать петли все мой v-образный вот этот вырез готов мне да дальше я вяжу увязала просто увеличивая петли вот здесь вот в регланных линиях я имею ввиду что у меня вот это вот дырочка получилось выше чем вот регланной линии то есть я еще какое-то расстояние сантиметров 5 я еще здесь увеличивала а здесь перестала после планки увеличивает то есть как только я вот здесь вот сделала вот эту прорезь кстати как делать такую красивую дырочку я уже показывала видео называется вертикальная дырка для пуговицы на резинки 11 так что вот у меня уже эта дырка есть не знаю правильно Поняли вы меня или нет Я сначала сделала дырочку Прекратила здесь увеличивать А реглан еще вязала Возможно у вас, если вы Хотите Вырез В-образный вырез более глубокий То у вас вот эта дырка Будет вот здесь То есть вы одновременно Закончите увеличивать петли Что на планке, что на реглане И вот здесь сделаете дырочку У меня она немножко выше Чем подрез Вот в принципе И все Теперь немножко хочу рассказать О приспособлениях и инструментах Которые я использовала В этом кардигане Я как-то купила Вот такие Эта коробочка осталась От дополнительных лесок И стопоров Стопора Так называются Я сейчас покажу Что я имею ввиду Для спиц Ади У меня есть вот такой вот Прекрасный набор Спиц Ади Я его сразу купила Как только начала вязать Спицами Это был мой подарок К себе Вот Это спицы со съемными лесками Здесь есть механизм Клик-клик И вот она Эта спица у меня Сейчас отстегнутая Но здесь не было Этих стопоров Вот Вот она Эта спица И естественно Были три лески Вот такого красного цвета Которых мне категорически Не хватало Вот для вязания Каких-то таких вот Плечевых изделий И я купила себе Вот этот вот набор С золотыми лесками И плюс Дополнительные стопора И вот видите Как мне сейчас удобно Вот такую леску найти Чтобы вот так вот Разложить И посмотреть ширину Что у нас там вывязалось Померить Хватит ли нам увеличивать Или нет Я не знаю Это неудобно Это конечно Нить там вдевать Вы мне сейчас скажете Еще что-то Да Это все конечно Хорошо Но нужно немножко Любить себя И все-таки Хотя бы Один набор Там Какой-то Дорогой И удобный Нужно иметь в арсенале Я не Фанат Вот Чтобы были И Чаугу И Ади И Хаяхай И каких только там Спиц нет У кого есть возможности Конечно же Купят эти все наборы И будут сравнивать Но для работы Вот для удобства Хотя бы Вот такой набор Который Со съемными лесками Он должен быть Да Иногда Вот в этом Вот В этой спице Особенно Вот три с половиной У меня отстегивается Иногда На вязании Вот такой вот Вот этот клик-клик Отсоединяется И естественно Это Неудобно И Ну это Приносит Эти петли Потом поднимать Собирать Сами понимаете Это нервы Особенно Если пряжа Очень скользкая Поднять петли Очень сложно Но Вот В таких вот Случаях Иногда Меня такой Набор Спасает Сейчас я вам покажу Этот стопор Чтобы вы Понимали То О чем я Говорю Вот Кстати Тоже Вот эти вот Штучки Очень выручают Видите Вот он Этот механизм Куда Цепляется Вообще Должна Цепляться Спица Вот он Вот такой Вот Который Иногда Растегивается Но Сейчас Я вот Вытащу Вот этот Стопор И вы поймете Что я имею ввиду Вот он Вот сейчас я его вытащу И вы поймете Как это удобно То есть Это такая штука Вот она Видите Которая соединяет Соединяет наши Лески То есть Это можно Прикрепить К спице А можно Соединить Лески Тем самым Удлинив Их На Несколько Сантиметров Два раза То есть Две лески По 60 Присоединили Вот вам Получается Уже Метр Двадцать При помощи Вот этого Стопора Ну и Чтобы Вот мне Посмотреть Ширину И вам Показать Не в Скомканном Виде А вот Так вот Разложить Это все Вот так Вот я При помощи Вот этого Стопора Все это Дело Вот видите Вот в таком Виде я Ну вы Наверное Мало бы Чего Поняли Если бы Я Показала Вам Да И мне Померить Что у Меня Вывязалось И понять Нужно ли Мне Увеличивать Или Уже Может быть Хватит И нужно Отсоединять Рукава И вязать Вверх Конечно же Вот этот Стопор Мне Очень Очень Помог Повторю Вот такой Вот набор Здесь Было Четыре Лески Золотого Цвета Они Кстати Все У меня Задействованы Вот Вот она Эта Леска Вот Но Она Подходит К этому Механизму Вот Аде Клик Которые Так что Вот Немножко Рассказала Об инструментах Люблю я И китайские Спицы Китайский Набор Который У меня Есть И которым Я пользуюсь Но Вот Этот Дорогой Тоже Иногда Помогает В работе Не Помню Сколько По-моему Полторы Тысяча Или Тысяча Нет Тысяча По-моему Вот эти Четыре Лески Здесь Было И Вот Этот Один Стопор Один Стопор Шел Вот В этом Наборе Аде Теперь Вот У меня Получается Их Два И Я С удовольствием Этим Пользуюсь Ну Вот Мои Хорошие На этом Я буду Заканчивать Сегодняшний Ролик Эксперимент С моим Ростком В кардигане С В-образной Горловиной Делаю я это Первый раз И думаю Что все-таки Не напрасно Я Его Связала Посмотрим Как это Будет Сидеть В конечном Итоге Ну А на этом Все Опять у нас Солнечный Солнечный Денек Посмотрите Как солнышко Играет У меня На балконе Сегодня Наверное Все-таки Я выберусь Выберусь На улицу Немножко Подышать Ну а на этом Все Всех Люблю Обнимаю И до скорых Встреч С вами была Елена Сидникова Пока-пока Продолжение следует